Дневной разворот продолжается. У меня такое чувство, что меня не слышно. Я слышу тебя. Я надеюсь, что наш слушатель тоже тебя слышит. Да, и, собственно, слушать во втором часе мы будем, наши гости, Андрея Борисовича Скального, директора авиатской филармонии, и Константина Маслюка, главного дирижера авиатского симфонического оркестра имени Раевского. А тема у нас, что называется, слушай, слушай, любильная, как это правильно сказать? В Кирове готовится к фестивалю «Земляки. Возвращение на Вятку». Добрый день, уважаемые гости. Добрый день. Здравствуйте. Давненько не встречались. Давненько. Ну, как сказать давненько. Кажется, еще недавно закрывали сезон. Ну да. Время летит. Да, а потом оказывается, что он, в общем-то, и не закрывался. Все время что-то происходило. Это правильно. Да. И сейчас, значит, уже второй про землякам-то, да, получается? Уже второй. В 17-м году первый был, да? В 17-м году был первый фестиваль. Это был такой пробный шар. Ну, идея, это совместная идея Александра Николаевича Чубарова, главного дирижера нашего оркестра народных инструментов, да, и моя. Мы не сговариваясь друг к другу ее высказали. И первый фестиваль показал, что, в общем-то, это интересная история, которую имеет смысл развивать. И мы с нашим руководством решили, что раз в два года мы будем делать такой фестиваль. И суть его, в общем, ясна, да. Люди, которые здесь родились, которые начинали здесь учиться, да, и которые по разным причинам сейчас живут, работают или учатся в других городах, приезжают радовать земляков своими достижениями творческими. Кто в этом году кировчан порадует? В нынешнем фестивале запланировано пять мероприятий, пять концертов. И здесь такой спектр участников от самых молодых, еще только подающих надежды, да, до уже действительно настоящих звезд и сложившихся артистов, которые вышли уже на уровень не только всероссийской известности, но уже и мировой, да. Я сразу скажу, вот тут в средствах массовой информации проходила эта новость о том, что наш земляк Кирилл Русинов, баянист, буквально неделю назад, по-моему, это случилось, да, в Китае выиграл Кубок мира по баянно-аккордеонному искусству. Вот. И он примет участие в закрытии нашего фестиваля. В фестивале, да? Да. А ближайшее мероприятие, собственно, открытие фестиваля 9 сентября в 6 часов вечера начнется концерт. Вот здесь как раз наша талантливая молодежь, наша талантливая молодежь, которая двое, трое участников концерта, они еще учатся, они еще студенты. Это молодые, но уже уехали. Да, молодые, да, да. Вы знаете, есть шанс, что кто-то из них, может быть, и вернется, и мы, вообще говоря, надеемся очень, да. И есть такие примеры, к счастью для нас, да, когда люди, получив образование, возвращаются, да, и работают на регион, работают на культуру, и работают для тех людей, да, которые здесь живут. И, надо сказать, это лучше. И в оркестре у нас такие люди есть. И, конечно, и руководство филармонии, да, придерживается той точки зрения, что их надо всячески поддержать и помочь. Руководство филармонии внимательно посмотрело на другую дивизию, да? Помочь, помочь. Нет, я буквально два слова добавлю к выступлению Константина Александровича. Вообще фестиваль это, ну, на мой взгляд, для учреждения, для филармонии, это такая благодатная почва, потому что очень много у нас талантливой молодежи. И поддержать их, ну, в том числе, мы говорим, возвращение, там, известность, знаменитые люди становятся популярные, исполнители. Но в любом случае, вот уже прозвучало, да, студенты, это в первую очередь для них большой колоссальный опыт участия в таких проектах, в больших концертах с участием наших любимых оркестров и симфонического, и народного. И это колоссальный опыт, и это поддержка. Мы, наверное, используем в какой-то части опыт работы коллег, я в первую очередь имею в виду Московскую государственную филармонию, где ежегодно проходит абонемент, они это, правда, не фестивалем называют, а абонементом «Молодые звезды, там, 21 века». А молодому исполнителю нужно себя реализовывать вот так или иначе, и только участвуя в больших концертных программах, совершенствуется мастерство и появляется, ну, интерес к исполнительству. Потому что молодым, ну, не секрет, очень трудно пробиваться в профессии, и то количество выпускников музыкальных вузов, консерватории, которые сегодня мы имеем, они не так часто имеют возможность выступать с большими серьёзными коллективами. Да, и мы эту возможность молодым исполнителям предоставляем. Конечно, в первую очередь нашим вятским людям, нашим артистам. Я должен сказать, что то, о чём я сейчас упомянул, о поддержке молодёжи, вот у нас уже год проработал замечательный ещё довольно молодой специалист, вот я имею в виду Евгения Доробахина. Он был у нас здесь, да, был очень сложный мир в своей жизни у нас здесь был. Он не земляк, он, что называется, человек сложной судьбы. Он родился в Северном Казахстане, потом учился в Омске, потом в Екатеринбурге, да, и вот приехал жить и работать сюда. И вот, Андрей Борисович. Ну, я про Женя, конечно, могу сказать, но для нас, на самом деле, это очень приятное известие. В этом году Евгений Доробахин стал стипендиатом правительства Российской Федерации, которая учреждается для молодых деятелей культуры и исполнительского искусства. В этом году несколько человек получило в России эту стипендию, но вот в том числе и Женя Доробахин. Я, ну, просто это отмечаю с удовольствием. Был большой, серьёзный отбор. И на самом деле Союз концертных организаций и Министерство культуры рассматривало каждую кандидатуру индивидуально. И тот интерес к работе молодого кировского дирижёра, вот он нашёл, так сказать, подтверждение вот в этой стипендии. Ну, наверное, необходимо сказать ещё и о том, что Евгений Доробахин не первый наш исполнитель-музыкант, который этой стипендии удостоен. Первым был у нас Кирилл Запольских, известный человек, который тоже здесь неоднократно, наверное, был. И Оксана Касимова, солистка Оркестра русских народных инструментов, в прошлом году эту стипендию получала. И вот некая стабильность в получении этих премий, наверное, мы относим за счёт хорошей, качественной работы и подборки музыкантов в Вятской филармонии. Это приятно. Ну, вот эти стипендии, я так понимаю, они носят заявительный характер, то есть люди выдвигаются, да? Учреждения. Учреждения. То есть это инициатива, а учреждения непосредственно? Ну, безусловно. Да, но у нас 85 регионов, и все выдвигают. А дело в том, что получают далеко не все. Получают не все. Да, далеко не все, да. Большой конкурсный отбор, серьёзная работа у комиссии. Но вот как-то нам везёт, наверное, не то слово, но в том числе, да. В том числе так ведь. Мы работаем. И мне кажется, это тоже хороший такой сигнал для молодых людей, которые приезжают сюда, будучи студентами, что здесь не гнилое место, здесь нормальное место и на хорошем счету, и здесь люди получают эти стипендии. А почему бы сюда не вернуться и не поработать дальше здесь? Да, безусловно. Вы знаете, это вот очень важная мысль. Я всегда немножко удивлялся вот той ситуации, когда человек заканчивает, приезжает из региона и заканчивает даже, допустим, не Московскую консерваторию, которая действительно, ну, первый, да, по качеству вуз России, а какое-то учебное заведение, ну, скажем, классом ниже, другого, да, классом или даже двумя классами ниже, да, и садится в какой-то третистипедный московский оркестр на какую-то очень непрестижную позицию, получает очень небольшие деньги, большую часть которых отдаёт за съём жилья, понимаете? Но зато вот крич. Да, и я всегда спрашиваю, а почему ты не возвращаешься на родину? Ты же там будешь, что называется, в топе, да? Вот. Ты там будешь уважаемым человеком, да, ты там будешь специалистом. Что двигает молодыми специалистами? Вы знаете, ну, для кого-то это, видимо, какой-то момент престижа. Вот я уехал и, да, и вот живу и работаю в Москве, да, где и как... Уже не важно. Уже не важно, да. И мне кажется, что вот эта тенденция вернуться и, в общем-то, сделать, да, серьёзную карьеру на родине... Тем более, что возможность она здесь есть. Возможность есть. И, ну, по-всякому, вы знаете, бывает в регионах, да, но я должен сказать, что в нашем, да, конкретном случае мы к этому очень внимательно относимся. Сорок секунд перерыв. Андрей Скальный, Константин Маслёк, представитель нашей родной авиатской филармонии. Мы так начали говорить о фестивале, земляки так немножко перешли просто на работу с молодыми талантливыми исполнителями. Ну, мне кажется, потому что это всё равно всё увязано. Ну, это взаимосвязано, да, безусловно, и сама вот программа, даже вот этот вот концерт, который мы смотрим 9 сентября, где вы, на самом деле, молодые люди, которые ещё недавно учились, кто-то у нас там в училище, кто-то в музыкальной школе, который сейчас же учится. В прекрасных учебных заведениях Московской Государственной Конституции, в том числе, о которой мы уже упоминали. Это всегда очень интересно посмотреть, вот. И им, наверное, интересно вернуться на родную землю уже в каком-то новом качестве, да, и выступить. Может быть, они не мечтали когда-то с симфоническим оркестром, с настоящим, на хорошей сцене, с хорошим залом. То есть здесь всё взаимосвязано, мне кажется. Ну вот по поводу, да, возвращения, ну, с молодыми понятно, то есть для них это какая-то, ну, действительно, большая возможность, ступенька в карьере, возможно. А как относятся к этому уже признанные мэтры, те, кто звёзды, кому лишний концерт, возможно, где-то там на вятке уже не настолько важен? Да, важен. Важен. Знаете, я скажу, вот просто скажу важен, потому что, ну, Николай уже сказал, что это всё-таки Родина. Родина. Это показать свои достижения, результат своей работы. И на самом деле, где это лучше сделать? Это, конечно, нужно делать на Родине. Вот поэтому я говорю, важно. И, ну, практически никто не отказывается с теми людьми, которыми мы договариваемся, и с удовольствием откликаются на наши предложения. Я, Константин Александрович, сейчас расскажет, но, в принципе, я могу сказать, что, ну, практически все согласились. Давайте тогда... Я вам больше скажу. Можно секундочку просто, пять копеек ставлю, потому что хорошо, это Киров, это областный сад, но очень многие люди, они же из районов уехали, да, вот они с удовольствием приезжают в родной район, будучи уже там выпускниками консерватории, в Котельнич, там, условно говоря, в Вятске, в Орлов, да. В Орлов, да. У нас большая практика. Они приезжают и охотно откликаются, выступают, белые колонницы тоже самое, просто в Доме культуры, потому что им это приятно, им хочется это сделать, вот перед своими земляками. Ну, 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 насчет, там, пяти копеек, там, десять. Значит, есть заслуженный коллектив, квартет имени Глинки, да, вот Константин Александрович знает, в котором принимает самое активное участие и много лет работает наш земляк из Зуевки, да, буквально месяц назад он мне звонит, давай мы в Киров приедем и сделай нам обязательно концерт в Зуевке. Вот к вопросу, люди объехали весь мир, вот они известны широко и очень популярный коллектив, вот в Зуевку хотим. Ну, это, наверное, вопрос, когда у тебя, ты уже достиг определенной планки, и тебе уже просто хочется нести искусство куда-то вот в массы, я не знаю, но это важно, потому что же в районах... Родина, Родина тянет, Родина, вернуться на Родину, да. Это очень важно, правда. Важно, важно, вы знаете, я из своей жизни вам расскажу, историю, я родился в Сибири, в Томской области. И я, будучи студентом, несколько раз выступал там симфоническим оркестром еще в качестве пианиста, а потом мое сотрудничество с Томской филармонией прекратилось на 20 лет. Да, и когда меня пригласили вот уже спустя 20 лет, у меня было чувство, ну, совершенно неописуемое. Вот. Потому что, ну, я, в общем-то, не страдаю от какого-то недостатка предложений, да, но когда меня приглашает родной город, это совершенно другая история. И здесь, в общем-то, уже не имеет значения, там, сумма гонорара, допустим, да, я, в общем-то, и не обсуждаю даже ее, да. Вот, потому что для меня это некое, вы знаете, возвращение долгов, да, там мои учителя живут, они живы, здоровы, слава Богу, да, которым я обязан, да, тем, что я, в общем-то, стал хорошим профессионалом, да, попади ее в другие руки, да, неизвестно, что было бы. Поэтому здесь, ну, и потом, не хочется, конечно, с банальности говорить, но вообще любовь к родине начинается с любви к малой родине, знаете. И это очень важно. Мы вот сейчас уже начали репетировать не только программу, которая пройдет 9 сентября. а мы уже начали репетировать программу, которой мы откроем концертный сезон. Это большой подарок будет для наших меломанов. Это программа полностью сочинения Рахманинова, совершенно культового композитора для России. У нас будет выдающаяся солистка, заслуженная артистка России, пианистка Екатерина Мечетина, которая известна не только как блестящий исполнительной ценой, как общественный деятель, который помогает очень музыкальным школам, да, и вообще говоря, делает много хорошего. Я буквально на репетиции сказал в субботу, говорю, вы понимаете, я не понимал, в чем трагедия Рахманинова. Будучи молодым человеком, да, я никак не мог этого понять. Вот он в 18-м году был вынужден уехать из России и 25 лет прожил за границей. И для него это была трагедия, да, то, что он потерял родину. Но у него же там все было. Он был знаменитым музыкантом, да, у него, он был чрезвычайно обеспеченным человеком. И я не мог этого понять. А сейчас вот я начинаю понимать, да, что вот так вот меня помести в какой-нибудь райский уголок. Захочется. 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 Захочется, да, захочется в том скроме. Да, но мне скажут, ты знаешь, а вот ты больше вот в эту свою Россию никогда не вернешься. И начинаешь понимать, о чем Рахманин Рахмузыку писал. Ну, то да, наверное, есть разница между тем, что ты просто поехал в какие-то края за лучшей жизнью, и другой вопрос, когда назад действительно вернуться не можешь. Да, это уже реально трагедия. Ну, возвращаясь к исполнению общественных деятелей, Екатерина Мечетина, надо просто добавить, что она является членом президентского совета по культуре. И ее приезд сюда мы расцениваем не только как творческое содружество наше. Ну, я должен сказать, что Катя, наверное, не первый раз уже здесь играет на нашей сцене. В свое время она играла концерт нашего тоже земляка, раз уж сегодня у нас основная тема земляки, это Казенин, Ислав Игоревич, она играла его фортепианный концерт с нашим оркестром, это было бы уже достаточно давно, еще при жизни маэстро. Ну вот, она общественный деятель, член президентского совета. Мы планируем обсудить некоторые вопросы, связанные с развитием академической музыки, ну, наверное, не только в Кировской области, но в том числе, конечно, и в Кировской области. Нас очень беспокоит и судьба, и развитие, и динамика нашего любимого симфонического оркестра. То есть такой визит получается многогранный. Не только культурный, но и политический. Ну, как это говорят, грех не воспользоваться, что называется, и проговорить. Тем более, в последнее время очень серьезный разговор идет о, вот, именно академической музыке в России. И поэтому мы хотим и от нее послушать, и поделиться своими мыслями по этому поводу. А с своими мыслями что вы имеете в виду? То есть есть какие-то предложения, что можно сделать? Есть. Есть предложения. Более того, они сформированы и, ну, вот то, что называется, подготовлены. Они отправлены в правительство Кировской области. Мы над этим работаем вместе с Министерством культуры Кировской области. Вот мы встречались у Татьяны Сергеевны Мазур и с Константином Александровичем. Мы готовимся. А не поделитесь немного, о чем речь вообще идет, хотя бы в общих чертах? Ну, ну, давайте, если уж в общих чертах, мы хотим на более высокий профессиональный уровень вывести наш симфонический оркестр. Ну, для этого нужно сделать очень много. И сделать, и делать придется всем. То есть это тут вопросы финансирования и образовательный процесс нужно, так сказать, где-то в какой-то степени, может быть, перестраивать, обратить серьезное внимание на приглашенных музыкантов. Много вопросов. Правда, это мы все сформулировали и отправили. Когда речь, я, извините, да, тут встроюсь, да, когда Андрей Борисович говорит о более высоком уровне, конкретно имеется в виду тот, наверное, момент, чтобы симфонический оркестр наш стал конкурентно способен на федеральном уровне. Вот о чем идет разговор. И надо сказать, что сигналы со стороны вот власти в регионе, сигналы на этот счет мы поступают. Они поступают, да, и, собственно говоря, губернатору хочется того же, насколько мы сумели это понять, да. Ну вот на самом деле вопрос конкурентоспособности, да, нашего оркестра на федеральном уровне, мне кажется, он как раз вот очень плотно увязан с возвращением молодых специалистов. В том числе. Потому что, когда ты понимаешь, что ты не ограничен одной сценой, и ты действительно можешь показывать свои То есть понимаешь, что ты, возвращаясь в Киров, не попадаешь в какую-то ссылку, да, а ты попадаешь в хороший коллектив, востребованный на территории всей страны, и за ее пределами. Да, который ездит, да, который ездит и гастролирует, который играет, ну, собственно говоря, те сочинения, которые составляют Золотой фонд, да, который участвует в проектах разного жанрового содержания, да. И с различными солистами различного уровня, с которыми ты, может быть, в Москве никогда и не встретишься даже. Надо сказать, что мы все это делаем, да, мы все это делаем, и мы, в общем-то, действительно, все-таки наполняемость зала, да, на наши концерты тут говорит сама за себя, да, то, что мы делаем, людям нравится, и мы просто хотим это дело расширять и выводить, действительно, немножко на иной уровень. А не идет там, я помню, как-то речь шла все о новом концертном зале, возможно, она там где-то всплывает, эта идея вновь. Вы знаете, насколько я знаю, эта идея, она на повестке дня есть, но это уже... Ну, понятно, что это вопрос больших вложений. Это уже решение должно быть, я так понимаю, на федеральном. Да, это безусловно федеральный уровень. В том числе, да. Я предлагаю ненадолго прерваться, а потом мы перейдем уже к обсуждению фестиваля, все же вернемся. Дневной разворот мы продолжаем. Дарья Топузлиева, Николай Голиков, наши гости, Андрей Скальный, директор Вятской филармонии, Константин Маслюк и главный дирижер Вятского симфонического оркестра имени Раевского. Продолжаем говорить о фестивале «Земляки возвращения на Вятку». Андрей Борисович, вы хотели упомянуть тех, кто помог собственно в организации. И помог, и помогает, и примет самое активное участие в фестивальных мероприятиях. Ну, в первую очередь, конечно, я хочу назвать Вятич наш знаменитый, широко известный. Я думаю, рекламировать не нужно. Ну, про Вятских вас мы все знаем, да. Вятских вас-то можно рекламировать. Безусловно. Партнер фестиваля «Центр туризма Кировской области» на мероприятиях фестиваля организует фотозону. Ну, не буду там дальше раскрывать всех секретов. Это, в общем, достаточно будет интересно. И тоже это будет стилизовано, если хотите, под нашу вятскую культуру, историю и так далее. Мы откроем выставку «Сердцу милый уголок», который подготовлен членами Кировского регионального отделения Международного союза педагогов-художников. Эта выставка, она уже демонстрировалась и писалась, точнее говоря, она все-таки писалась сначала, готовилась. И в Слободском, Великорецком, Костино, Ганино, Русское. Это уголки нашей любимой вятской природы. Вот пока. Но я приглашаю к сотрудничеству и другие предприятия, и общественные организации, и творческие союзы, если хотите, и Кировской области для участия в нашем фестивале. Партнеров много не бывает? Партнеров много не бывает, да. Нет, но мы с удовольствием. Мы открыты, и мы всегда рады, если находятся заинтересованные люди, которые, ну, поучаствуют вот в этом событии. — Константин, мы так и не сказали в этом концерте 9 сентября, кто же к нам, кто из молодых-то участвовать будет? — Потому что тут вот за экраном прозвучали несколько фамилий, которые оказались не такие уж и неизвестные. — Да, дело в том, что вот прозвучит у вертюра, который называется «Альма-Матер» композитора Максима Бабинцева. — Композитор Максим Бабинцев, уроженец Кировской области, выпускник колледжа имени Казенина. На данный момент он аспирант Московской консерватории. И это не первый эпизод сотрудничества Вятского симфонического оркестра и Максиму Бабинцева. Максим Бабинцев помог нам реализовать так, в общем-то, громко и хорошо прозвучавший проект «Апрельский» «Сторбой на круче». И он был автором большинства аранжировок для этого. — Причём очень удачных, должен отметить, да, очень удачных. — Да, да. Ну, они плотно сотрудничали с Максом Ивановым. — Ну, Максим рассказывал в этом студии, как это происходило. — Да, 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 как это всё происходило. Вот, но результат получился убедительный, на мой взгляд. Да, молодой скрипач Григорий Таширев, он ещё учится только в колледже при Московской консерватории. — То есть это прямо юное дарование? — Это прямо юное дарование. — Буквально из музыкальной школы. Из школы номер один? — Нет, он учился в школе при колледже. — А, при колледже в школе, да? — Да, у Ларисы Александровны Коршуновой, и потом поступил в так называемое Мерзляковское училище. Это колледж, который находится в Мерзляковском переулке, поэтому, в общем, все его знают как Мерзляковку. И флейтистка Лейла Насибова, выпускница Московской консерватории, Мария Лубнина, выпускница Казанской консерватории, и студент Гитиса, да, Рати Гитиса, Тарас Бобей, который учится там на факультете музыкального театра, вот, он будет петь. — Хороший, хороший, хороший состав, интересная очень. — Да, интересная программа. Тут вот упоминался Владислав Игоревич Казенин, надо сказать, что и музыка уроженцев Вятской земли будет звучать в этом проекте. И будет звучать музыка Чайковского, конечно, но и 27 октября музыка не только Чайковского, но и Олега Моролёва и Владислава Казенина. Будет звучать музыка, причём написанная для детей, и этот концерт с участием детей, будут три хоровых коллектива принимать участие, а дирижировать будет уроженец Кирова Игорь Макеров, который сейчас является дирижёром Ростовского симфонического оркестра. Вот так вот. — Время у нас неумолимо тает, я предлагаю перейти в органный зал постепенно. — В органный зал, да, потому что он уже вот-вот открывает сезон, по-моему, он раньше, чем основная филармония, да? — Ну, они немножко пораньше стартуют, буквально 28-го и 29-го августа, я подчёркиваю, август это уже не сентябрь, мы ждём к нам, ну, уже можно сказать, нашего большого друга, который на протяжении многих лет приезжает в органный зал, это Александр Князев, заслуженный артист России, и уже последние годы, наверное, традиционно Александр играет на органе первый концерт, это 28-го числа и 29-го, поскольку он является всё-таки блестящим виолончелистом, ну, на мой взгляд, в первую очередь, да, ну, по крайней мере, для меня, он сыграет сонаты Бетхоэна 29-го для виолончели. Это, ну, совершенно уникальный музыкант, и мы очень ценим и любим его, и с удовольствием всегда встречаем на наших площадках. То есть 28-го, 29-го мы начинаем в органном зале. А если говорить об оркестровом открытии, да, сезона, это 11-е и 12-е сентября, у нас в гостях музыканты из Австрии и из Германии, всемирно известный австрийский скрипач Гуннер Лецборг, и в ансамбле с ним играет Сергей Черепанов, который уже много лет живёт в Германии, преподаёт в Любике. Органист. 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 А 11-го сентября они играют концерт на двоих, что называется, а 12-го к ним присоединяется Вязкий камерный оркестр, дирижировать будет Валерий Алексеевич Шаромов, и будет звучать музыка. Это 11-го и 12-го сентября, да? Да, да, Вивальди, Генделя, Моцарта и Гальдена. Вот так вот. Представили себе, какие люди к нам приедут. Ну, вы знаете, это большое везение, потому что вот это без преувеличения всемирно известный музыкант. И, как часто это бывает, личные контакты здесь сыграли какую-то роль, да? Он приехал в Киров, в общем-то, по приглашению друзей, да, скажем так. Потому что если бы мы пытались организовать его приезд, ну, через какие-то, как через импресарио, да, мы бы это не потянули ни при каких обстоятельствах, я имею в виду с финансовой точки зрения. Ну, вот такая вот прекрасная возможность у кировчан есть. Пять минут остается. Нужно нам еще одну тему осветить. Кировские музыканты едут в Петербург для участия в концерте, посвященном гимну России. Какова роль в нем будет кировских музыкантов? Да, что это за мероприятие? Как быстро летит время. Пять минут остается. Поговорить, конечно, есть еще о чем. У нас очень много о чем, на самом деле. Очень много событий. Но о том, что касается поездки, мы это называем коллектива, да, Вятской филармонии, потому что это 41 музыкант из симфонического оркестра и из оркестра русских народных инструментов. Прям 41 человек едет? Да, из камерного. Ну, то есть вот события. 1 сентября на Газпром-арене в Санкт-Петербурге состоится, ну, во-первых, это, конечно, праздник. Праздник мелодии, гимна России. Это патриотическое мероприятие, которое касается всех регионов. И мы получили приглашение и с удовольствием приняли его и участвуем в этом событии. Ну, как-то модно говорить, там, книга рекордов. Планируется оркестр в составе 10 тысяч исполнителей. Единоразово. Совершенно верно. И хор 40 тысяч исполнителей. Вот это размах. Размах, да. А слушайте, а кто-то это будет видеть? Там же, по-моему, места уже не осталось. Телевизор. Телевизор будет транслироваться. Абсолютно все регионы подтвердили свое участие. И нам очень приятно, что представители Кировской области, филармонии и детские хоровые коллективы Кировской области примут в этом грандиозном, я не побоюсь этого слова, событии, которое состоится, еще раз говорю, 1 сентября в Санкт-Петербурге на Газпром-арене. Но это будет транслироваться, да? Совершенно верно. Посмотреть, убедить. Да, конечно. Кого там можно будет разглядеть? Ну, вообще, это общенациональный праздник, который называется День гимна Российской Федерации. Ну, вообще, вот, конечно, по телевизору все равно вот этот объем 40-тысячного хора, это непонятно, его не передашь, это надо как-то где-то оказаться рядом, чтобы просто услышать вот это, это уже уникальная вещь. Ну, тем не менее, у меня просто приятель, музыкант тоже, он участвовал в каком-то представлении, которое тоже регистрировалось для книги рекордов Гиннесса, в военном оркестре он играл, и они на каком-то полигоне тоже их очень-очень, все, да, вот эти военные оркестры страны на каком-то полигоне, я уже не помню, что они играли, вот он трубач, и вот он тоже рассказывал даже вот само участие в таком мероприятии. Ну, я и завидую участникам-то, в том-то и дело, они-то будут там, да. Ну, как Николай, кто на что учился, поэтому у нас такой возможности, к сожалению, не будет, но, тем не менее, трансляция будет, то есть посмотреть можно будет. Дело в том, что разглядеть Кировский, Кировских мы здесь увидим, да, вот просто увидеть этот объем, это, конечно, впечатляет. Ну, я думаю, что по возвращении наших музыкантов, я думаю, можно с ними встретиться, они поделятся впечатлениями из первых уст. Я понимаю масштаб, я понимаю ответственность, я понимаю важность этого события, и мы едем с волнением, мы едем с, ну, с каким-то сумасшедшим настроением, и, я думаю, потом все это расскажем. А там вообще предполагается... Пообщаться с таким количеством людей, коллег, это же что-то уникальное событие совершенно. А там какие-то репетиции или что-то предполагается? Да, ну, да. Вы знаете, на самом деле, это тяжелая, конечно, работа. Это тяжелая работа в течение двух дней, потому что нужно организовать такое количество людей. Ну, непросто, непросто. Непросто, да. Более того, надо не только, чтобы они построились правильно, надо, чтобы они еще и сыграли. Сыграли, потому что желательно, да. И я так понимаю, что там Валерий Абисалыч Гергиев будет дирижером. Ну, репетирует 31-го Павел Овсянников. Я думаю, 1-го сентября Валерий Абисалыч. Вот так вот. Кировские музыканты. Озвучало-то, да? Кировские музыканты едут в Петербург. Вопрос об участии в федеральных проектах. Мы участвуем. Еще в каких проектах? Нет, правда, я под сильным впечатлением, честно говоря. Я пока сейчас немножко даже не здесь, если представляю вот это все. Ну, на самом деле, у нас уже и время подходит к концу. Андрей Борисович Скальный, директор Вятской филармонии, и Константин Маслюк, и главный дирижер Вятского симфонического оркестра имени Раевского, поделились с нами информацией, да, планами на музыкальный фестиваль. 28-29-го органный зал, да? Совершенно верно. Все, уже музыка возвращается в город. Ну, и сезон скоро, 62-й стартует. Лето у нас короткое, но малоснежное. Но малоснежное, да. Дарья Топузиева, Николай Голиков. До свидания. Спасибо нашим гостям, до свидания. До свидания. До свидания.